Итак, для начала посмотрим паттеры нашего ДМРВ, сколько он выдает сейчас напряжения. Это программка Diagnostic Tools. Мне она не очень нравится, потому что показывает только напряжение на самом датчике. Вот видно 1,113 Вольт, 1,1 Вольт это очень-очень много. Лучше перейдем в другую программку и посмотрим там еще расход воздуха. Вот OpenDiag Free, например, она бесплатная, намного удобнее и более информативная, чем предыдущая. Здесь заходим и смотрим в правую колоночку, видим АЦП, но аналоговое цифровое преобразование 1,113, как и в предыдущей программке. ДМРВ этот уже все отходил свое, но все-таки надо еще посмотреть расход его воздуха. Это можно сделать только на заведенном автомобиле. Сейчас мы это сделаем. На работающем двигателе видно, что массовый расход воздуха не опускается даже ниже 12. Это критичная отметка и видно, что датчик не работоспособный. Ну, сейчас мы будем его исправлять и посмотрим, что из этого получится. Естественно, таких вот ключей у меня нету. Это даже не шестигранник, а какие-то неизведанные форматы. Ну, вот, поэтому нам приходят на помощь обычные пассатижи. Чтобы не повредить датчик, я использую отвертку. Встаем его очень аккуратно, чтобы не повредить сам сенсор. Сенсор из драгметаллов сделан. Вот он, такой вот красноватый бочонок. Он очень чувствительный, поэтому аккуратно. Будем промывать. Вот, есть какой-то аптечный асепталин, но он не совсем чистый. Есть этиловый спирт. Это прям спирт. Вот этим я сначала смою, а потом окончательно вот этим. Но нам нужен шприц, водичка небольшая, куда будет сливаться. И начинаем промывать. Шприц я уже налил. Сначала асепталин. Игла желательно меньшего диаметра, чтобы напор был больше. И вот сюда. Нужен напор. Чем больше напор, тем лучше. Но в пределах разумного. Чтобы получить немного больший напор, можно сплющить иголочку. Я еще сжал иголочку. Не знаю, видно или нет. Расплющенность. Но смысл именно в давлении и небольшой струе. Но давление должно быть адекватное, чтобы не повредить сам датчик. Ну и контрольный облив спиртом. Вот так выглядит датчик после промывки и просушки. Визуально абсолютно чистый. Можно приступать к сборке. Вот так он чистенький. Теперь поставим его на машину. И посмотрим параметры через ту же программку OpenDAH. На незаведенный в состоянии покоя 1.035 и 1.055 вольт. Это абсолютно отличный вариант по сравнению с тем, что было до мойки 1.113. Пожалуй, где-то в 2-3 раза лучше. Осталось посмотреть только расход воздуха на работающем двигателе. Вот завел и видно расход воздуха в районе 11. Точнее 10-11. Это хороший показатель, так как идеалом считается от 9 до 11. До промывки расход воздуха не опускался ниже 12-13. Да, конечно, обороты плавают. Так же, как и раньше, здесь, скорее всего, виновата плохая масса ЭБУ. Об этом я уже снимал видео. Ссылка на него будет в описании и конечных заставках в конце этого видео. Еще хочу отметить пару важных моментов. Во-первых, не стоит промывать исправный и рабочий датчик. Лучше поэкспериментировать на том, который не жалко. Если ДМРВ исчерпал свой ресурс и его в любом случае как бы менять, то почему бы не попробовать промыть? Вы ничего не теряете, кроме 5 минут времени и 50-60 мл спирта. Я уже, например, на этом датчике езжу 4 месяца и он все еще живет. Вполне работоспособен. И так же ни в коем случае нельзя очистить чувствительный элемент ватными палочками, тряпками, салфеткой и другими подручными средствами. Так как элемент очень чувствительный, его легко повредить. Так же очень не рекомендую использовать ВДшку. Она оставляет пленку, которая только усугубит положение. Ну вот, вроде бы и все, чем я хотел поделиться с вами. Если видео было полезным, оценивайте, подписывайтесь на канал Домашней Самоотделки. Так же задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!